Сейчас я буду опираться на ребят, которые работают в группе в школе. То есть сообщений много, да? Очень много ребят, которые не работают в группе, но я уверен, потому что они пишут, что повторяют за Денисом, смотрят видео на YouTube, в общем, продвигаются. Сейчас мы построим дальше работу таким образом, чтобы не забыли, цель, да, наша цель, это профессиональный код. Теперь, Денис, давай подходить. Я буду к Денису, он собирается ООП изучать серьезно. Мы рассматриваем все время вот этот класс. Мы потом вернемся уже к документации. Мы Table Z посмотрим. Но сейчас наша задача, вот Денис, да, посмотреть на ваши знания, которые есть. Ну а ребятам, которые еще нет знаний, соображают, как приобрести. Итак, смотрите, вот мы с вами шли, то есть, чтобы понимали, да, что я всегда, как бы, жду от участника сигнала, когда сигнал правильный, я иду дальше. Вот Денис написал. Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду. Везде что-то передается. Абсолютно верно. То, что вы подметили и то, к чему вы пришли, пришли, это то, что вам сейчас необходимо. Посмотрите на этот код. Здесь есть начало, которое вы способны осилить. Почему? Мы с вами ранее прошли функции, параметры, которые вы считываете профессионально, да. Разобраться, как я говорил дальше, в этих вещах, в этих, это минуты. Это минуты. Сейчас мы с вами попытаемся вот эти все здания, даже взять вот этот вот класс, какие нам нужны знания, да. И в принципе будет понятно, да, и к чему стремиться новичку, что делать, чтобы тупо не проделывать некие книги, некие курсы. И даже если ребята выучатся на курсах, я совершенно не осуждаю. Просто есть программа курса, я уверен, что во многих случаях преподаватели очень грамотные, но они не могут там взять и переделать. Но тем не менее, вы-то можете этот материал воспринимать немножко по-другому, подстроить под себя. Итак, первое. То, что было затрачено время вами, Денис, на изучение функций, а это то, с чего мы начинаем всегда в школе Буфсуновского. Я сейчас на этом останавливаться не буду, ребята. Кто совсем новичок, приходите в школу, я приглашаю, и работайте в школе. Значит, можете учиться на других курсах, просто школа поможет понять, как изучить язык программирования как можно больше, как это сказать правильно, за короткие сроки и эффективно. Ну, погнали. Итак, вверху мы видим что? То есть, наследование. Записываем. Давайте записывать. Давайте вот так сделаем. Вот так. Теперь это перейдем сюда. И вот так. Итак, погнали. Так, наследование. А наша цель с вами, Денис, всего лишь посмотреть, с чего там начать классы. Это главный вопрос. Да? А ответ вот он. Теперь, Денис, смотрите. Что вы видите? Вы видите везде ТОЧКА, 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 ТОЧКА. Что это? Что это? Ничто иное, как вот это. Открываем Python.org, открываем документацию, открываем туториал, открываем классы, открываем девятый пункт, по-моему, там. 9-3-2. Иными словами, Денис, сразу настраиваю, задание дам позже вам, да? А в школе Бовсуновского как происходит? Человек может, это я для новых ребят объясняю, человек приходит, допустим, он купил доступ, доступ пожизненный, поэтому писать будете, лишь бы не бросили. И может проделывать уроки. Ну, например, уроки Джанка, да? Там ничего не отнимешь, мы пишем сложный сайт, делаем, да, уроки. Но нам нужен Python, да? Вот приходят люди, говорят, я хочу подтянуть Python. Кроме этого, можно заниматься в группе и подтягивать Python. Кроме этого, можно заниматься индивидуально. Индивидуально дорого. А если так покупать, то дешево. spb.teletub.ru Итак, ссылка на атрибут создания экземпляра. Две вещи. Иными словами, сейчас хочу, чтобы меня услышали. То есть, конечно, классы, чтобы понять, надо прочитать, проделать. Сначала, да, по-простому, там, вот это класс, вот это класс, он так создается, вот это наследование, бла-бла-бла, вот это метод. Теперь, опять же, говорим. Мы, Денис, много времени с вами на функции затратили? Много. Что мы потом делали? Вы, наверное, вспомните, когда я открывал вам и говорил, для вас в начале были, когда вы пришли с кашей и говорили, что, я говорил вам, что, что для вас сейчас функции, классы, это разные вещи, а их надо собрать в единое целое. Когда мы подошли правильно к функциям, то, оказывается, методы уже у вас в кармане. Так как вы владеете функциями полностью, то методы это те же функции, единственное, это первый обязательный значит, аргумент self, который и проверяет принадлежность к классу. При этом слово метод, это я ребятам говорю в языках программирования и также в Python, он не косный. Он зависит от контекста. Это примерно то же самое, как слово бокс. Зависит от контекста его понимания. Иными словами, например, я стою у ворот автомобильного бокса. Судья на ринге сказал бокс. Совершенно разная картинка, разное понимание. Метод абсолютно то же самое. В данном случае говорится, когда присутствует первый аргумент self, это метод класса. При этом, если мы берем типы данных, например, строки и так далее, то там тоже мы видим методы, но мы говорим, это методы строк. иными словами, метод это функционал, который реализован, либо реализуется, или мини-программа. Чем эта мини-программа отличается от функции? Только принадлежностью. Потому что в Python, например, есть стандартные функции, вот как здесь мы будем использовать z, да, работа с чем? С а мы дальше пишем множество, да, это уже мы работаем с типом данных, множество. Мы просто будем записывать в знания ради интереса, и вы видите, что слой их большой. Но сейчас не будем отвлекаться. и докончу мысль. Есть функции встроенные, z, да, открываешь учебник, например, Python, да, это надо знать, документы, и берем библиотеку, и вот, пожалуйста, встроенные функции. То есть основные операции уже есть. Все остальное мы пишем. функция используется сама по себе, а метод в данном случае он не может использоваться сам по себе. Метод класса он будет виден только в классе. Именно сель будет определять, что это метод класса, да. Но прежде чем мы дойдем, мы должны понять, Денис, вот тут мы видим везде, где все передается, как вы писали, точки, точки, точки. Что это такое? Давайте попробуем опять обратиться к той документации, где мы были. Я назад листаю в надежде, что все-таки надежда не оправдалась. Найдем сначала объекты класса. Так вот, как раз то, что нам и надо. класс это поддерживает всего два вида операций. Ссылки на атрибуты и создание экземпляра. Если создание экземпляра создание экземпляра тут проблем не возникнет, ссылки на атрибуты экземпляра это то, что происходит везде. Везде, где есть точка, это атрибут. А вот работа с самими атрибутами вот здесь начинается, здесь можно, но прямого учебника найти вот просто по атрибутам нас Python нельзя. но можно собрать информацию. Я скажу так примерно. Хорошая книжка по атрибутам, только по одним атрибутам, но примерно будет страниц 400-500. Да, это только по атрибутам. А как изучают атрибуты? Шах, мах, все, вот это атрибут. А потом, а потом суп с котом. Поэтому начинать надо с этих двух понятий. Вот это и будете прорабатывать. Да, потому что, как вы сказали, все везде передается, если вы четко считаете все, прочитаете, да, код, потому что, ребята, для новичков говорю, вот вы учитесь, новички, учитесь. Как я говорил, бла-бла-бла, и поехали, там по порядку, что-то там учите и забываете. Тогда я вас спрашиваю вопрос, а когда вы собираетесь, сначала надо код научиться читать, ну так, если теоретически, а потом писать, но мы это делаем вместе. А читать код, когда вы будете учиться? Код, который здесь, и который вы пишете, абсолютно разные вещи, там вы пишете что-то, не всегда понимая, зачем вы это пишете, и кому, для кого это пишете. Код надо рассматривать в контексте. Тогда вопрос, все-таки я повторяю, когда вы собираетесь читать код? вы знаете, что если взять срез программистов до шести лет, то большая часть из этих программистов, они внутри сомневаются, что они программисты. Они не бывают, много очень ребят мучаются, она не бывает документации, почему? Потому что говорят, я там ничего не понимаю. но это ж не так. А потом проходят прорывы, да? Спасибо этому парню. Вот он написал, да? Андрей. Хотел оставить отзыв, точнее полез. Благодаря вам, я понял, что документация это не так страшно, как кажется на первый взгляд. И кстати, как раз Денис, который говорил, как раз таки начал работать прекрасно с документацией. То есть не так страшно, да? Начинаем ее понимать. Ну ладно, время идет, давайте дальше. Дальше. Следующее. Ну мы уже ответили на вопрос чего начать классы. Пойдемте прорабатывать. Следующее. И нет, Методы Дандера. Методы Дандера или магические методы тоже самое. Правильно сказать Дандер и нет. То есть это будет понятно, что метод с двумя нижними подчеркиваниями. Но мы привыкли, что это магические методы. Иногда скажешь Дандер, напугаясь человека, начнет плеваться еще. Вторая вещь, с чего надо точно начать, если мы видим, что каждый метод отличается от функции в это ключевым словом self, то наверное надо понять, что такое self. Я, кстати, не зря специально произношу время от времени правильные фразы, что такое self. Потому что зачастую видео смотрят, которые я пишу, да, приходит новичок и говорит, это договоренность между программистами. Но это можно сказать, я так могу сказать. А если вы собираетесь стать программистом, то вообще-то больше надо говорить о том, а что оно делает, self. Как раз в первом видео мы посмотрели, что оказывается мы можем иметь возможность доступа сразу к памяти при помощи метода и ад, да? Рассмотрели. Так вот, сразу здесь мы напишем self. Потом уже можно идти дальше. Теперь без чего нельзя проходить классы. Ё-моё. один парень мне написал, ну не один, а один из последних написал, что вы знаете, я только от вас Валерий Иванович узнал, что функции это основа. До этого писал еще вот этот Дима, что да, я работал там с JavaScript, но как-то я не обращал внимания на функции. А тут оказывается это основа. Ребят, ну вот подождите, смотрите, здесь везде Dev, Dev, Dev. Как можно, объясните мне, изучать классы, если мы ни хрена не рубим в функциях? Если мы просто, как пишут всем, мы, я был на курсах, мы проходили долго-долго там, шли, изучали типы данных, иными словами занимались хуйней. По-другому, извините, что рухаюсь, но по-другому не назовешь. Просто напросто в большинстве случаев просто вас чем-то занимают. А вы думаете, как? Я занимаюсь, меня занимают, но мы же занимаемся программированием. Ну да, как в том видео рассказывал про запчасти. Вспоминайте. Возможно, есть люди, которые хотят просто узнать что-то больше о программировании. Для них эти курсы подходят. Если вы хотите писать, то давайте заниматься тем, что будем писать профессионально, а не заниматься ерундой. Извините меня. Я знаю, что многим это не понравится. Выключаем видео, уходим, посылаем там, куда хотим, и все. Так вот, функции, да, пишем. только функции пишем вверху. А, что? Оказывается, не знали. Ай, ёптвою мать ваш. Вы ж, блядь, вот тут уже находитесь. А это вы уже забыли. А тут вы ни хрена не знали. А что тут надо знать? Может, надо глаза разуть один раз? Ребят, ну, это я аутрировал. Новичок теряется. Открой ему код, все, и он обосрался. Понимаете? Потому что, ну, вы видите, ведь не все так страшно. Я же вам на участника школы показывал. Не все так страшно. Просто перемогите себя. Сегодня переменные увидели, завтра функции. Ну, подождите, Денис изучил функции, разобрался с параметрами, считает элементарно, все открылось. Но он их не прошел, как этот парень, говорит, мы долго-долго проходили, а потом прошли функции и пошли дальше. Странно. Наверное, сейчас ответ получил, почему он не пишет. А почему он должен был писать по такому раскладу? Ну, не должен человек писать, если я его буду водить в гараж, покажу разложенные на полу детали машины и говорить, вот это коробка передач, вот это то-то. Ну, что? потом спрашиваю через неделю, можешь двигатель уже собирать? Неа. Ну, давай еще ходить. На завтра пришли, говорим, вот это коробка передач, вот это сиденье, вот это капот, ну, что, можешь двигатель собирать? Неа. Ну, что ж такое? Ну, ты, ты ходи почаще, ходи. Есть такая одна организация очень известная, которая именно так грузит. Сейчас пойдет, сейчас. Что пойдет? Каша будет, сейчас, вот, не договаривают, да? Что пойдет, ребята? Порядок будет, кто наводить? Пупкин? Или кто этот порядок будет наводить у вас в голове? Только вы можете навести порядок. я не осуждаю курсы. Пришли на курсы, занимайтесь, пожалуйста, но порядок вы выстраиваете. У них есть программа. Они бла-бла-бла-бла-бла отчитались под жопу ногой, бла-бла-бла отчитались, для них поток. Вот. И все, под жопу ногой. Будете вы писать, не будете вы писать. Ну, а мне интересно, чтобы люди писали. Поэтому запоминаем. Берем ручку и записываем себе. Без функций какие нахрен классы. Идем и изучаем функции. Приходите в школу, изучите правильно. Так. Ну, ругаться больше не буду. Просто когда доходит до функции, когда вот такое вот слышишь, да, вот это мы проходили, потом пробежали функции, и мы почему-то не пишем. Ребят, ну, ведь очевидно все. А почему вы должны писать? Возвращаемся к автомобильному двигателю. Если во втором случае мы первый раз пойдем в гараж и начнем собирать, завтра другой двигатель соберем, после второй третий, через две, два месяца вы будете отлично собирать сами двигатели. А что здесь по-другому? Включайте мозги. Включайте. То же самое. Пошли дальше писать. Ну, переменные понятно. Переменные. Везде же видим. функции. Ну, дальше смотрим. Что в этом классе только есть, мы посмотрим. И функции дальше включают, я не говорю, что надо в них изучать. Бла-бла-бла, это целый раздел, да, на месяц. По минимуму, вот я бы по-настоящему изучил функции примерно за месяц, но раз навсегда. И дальше все читаем. Дальше поехали. If else, if else, то есть дальше я сюда сразу добавил конструкции, без которых нельзя жить. Try except. Ну, и так далее. дальше. Что мы здесь дальше видим? If else запись в одну строку. Это тоже удобно. Будем рассматривать. дальше. Давайте посмотрим. А, вот Денис, смотрите. Это вам уже будет знакомо. Rise. Да? Исключение. Потому что как мы делали в школе? Правильно. Правильно. давайте откроем то, что вы делали, да, задание. Или другие ребята делали. Что сейчас под рукой будет? Так, придется открывать. Я открою сейчас Дмитрия имку. Посмотрим задание по функциям. И вот смотрите. В данном случае да, он делал задание. Пошли исключения. То есть изучение идет через исключения. Но когда мы изучаем это, должно быть все красное. Поэтому хорошо работает Jupyter notebook. Да? То есть это вы все знаете. иными словами все вполне понятно. Дальше вот интересные вещи пошли. Да? Это тоже стандартные функции. Но мы это выделим. Изистанц. Ведь надо проверить. Да? Относится ли вот эта ерунда к этой ерунде. Правильно? Или нет? Иными словами если мы добавили окно программы ну грубо говорю не к нашему приложению а к нашему принтеру который на столе то оно будет кричать слушай это принтер это не окно ты брось все я я я я в тупике я не понимаю как ты вынял меня из компьютера и добавил на принтер и лежи лежу я сейчас на принтере но ты пойми тут а не мое место дальше оператор not in не на оператор кучевые слова not in и так далее с этим мы всем знакомы методы методы от это ему точно будет надо удалить а а вот тут вопрос ставим методы чего вот тут помните я вначале говорил что метод в пайтон или в другом языке как правило это понятие контексте так вот сейчас это метод чего давайте посмотрим так смотрим нет нам надо библиотека давайте посмотрим откуда ноги растут где ответ ответ здесь рассмотрим позже не пугайтесь вот это z дальше смотрим self elements элементы элементы то есть делаем вывод какой z z а забыли а вы же слушаете балсуновского теперь я ругаться мата не буду честно ребят слушайте вы там были поэтому мы что делаем вспоминаем z же это вроде бы вроде бы это стандартная функция пойду ка я посмотрю biofunctions z надо напомнить себе метод методы пойдем посмотрим так сейчас я так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-давайте-ка так вот так z так поехали нашли я так надеюсь вы потихонечку начинаете соображать как пользоваться документацией ну давайте попробуем нажать давайте тут попробуем эй куда мы нас понесло ладно прокрутим так класс z iterable то что нам надо класс florenz iterable ну иными словами если мы хотим добавить одно два три окна понятно почему Russell Kate Maggi выбрал если мы хотим несколько окон выбрать то по крайней мере нам надо удалили посчитать да ну то есть там разные ситуации позже уже вернем сюда давайте пока посмотрим методы какие так что-то мы ищем здесь не то не то немножко пока ищем z z z нам надо элементы что показывала z вот поехали да вот смотрим элементы вот он этот элемент все вполне понятно становится можем переводить то есть все все вполне четко и понятно поехали набор ну множество так переводят хреново и все есть то есть но это надо было ответить сразу но если не знаем надо убедиться то есть получается в данном случае как мы поправляем себя и говорим это метод up up встроенной функции z для работы со множествами все стало на места значит будет в дискар метод remove это и так понятно ну как не крути да ну логически если можно окно добавить то его можно удалить скажите сложно надо было просто разобраться шаг 1 с чем работаем куда посмотрели и неправильные первичные параметры класса начальные что с чем работаем значит вполне понятно откуда многие методы растут смотрите сложно нет ну пошли дальше писать классы пишем вот здесь нам понадобится сразу чтобы не забыть как работа с документами там вся документация в пеп да что еще мы можем здесь для себя вот с этого маленького кода да даже с этого видим да ага пишем ну это очень важно понимание почему потому что от этого понимания зависит вот это потом дальше поймете вот это выражение да что такое ноль это ноль это нет объекта это должно быть очень четкое понимание иначе когда его ставить зачем его ставить кому его ставить это все логика и еще Денис рассказывал помнишь я говорил я говорил часто это что параметрами мы соображаем сейчас тот случай когда мы только параметрами соображаем так что с функциями ты разобрался все будет окей можно топать дальше что еще ну я сейчас не переписываю конкретно эти методы мы их разберем все так но в принципе в принципе дальше опять же твои итерации любимые как хорошо что ты изучил правильно когда ты изучил итерации а изучал ты их долго теперь у тебя есть как я сказал понимание зачем как это работает и ты наработал систему работы с кодом с этими методами и с разбором то есть вот сколько мы всего понаписывали здесь да теперь вы можете спокойно после этого смотрите ребят что будет происходить а вот теперь когда вы будете работать со своими там курсами то оказывается картина моментально меняется и допустим когда мы посмотрим вот этот код и у нас выписаны вещи которые мы понимаем зачем они да то сразу картин начинает приобретать абсолютно другое другое открываться другой стороной мы теперь понимаем зачем это надо ответ получен на главный вопрос зачем с одной стороны когда вы что-то там проходите да и не знаете зачем где я буду применять и вас где-то там вверху под корки да вечный вопрос когда я буду писать Баршиновский вам сразу дает ответ пока не измените подход никогда но при таком подходе как я показываю вы можете писать вы будете писать сразу только плохо потом лучше потом лучше то есть будет все происходить но будет у вас появится появляется что смысл а в жизни не так в жизни не так представьте вам надо сходить в магазин а я к вам подхожу и говорю а у вас есть хозяйство ну одна из задач сходить в магазин ну а вы что делаете я говорю ну мы с тобой будем сейчас вот у нас есть 36 пунктов по нашему хозяйству вы собрались в магазин да вы хотя бы поняли я говорю сейчас пойдем мы с тобой копать и копаем а вы говорите я хочу кушать да как мне покушать ну будем считать приехали на дачу ну ничего нету надо в магазин идти понятно что хотите купить и вы это понимаете но вы же ко мне приехали на дачу я говорю так пойдем сейчас копать и думаю так главное вы садоводом станете а вы кушать хотите вот что вы кушать хотите и что понимаете что надо сходить в магазин либо заглянуть в холодильник это вы четко понимаете но когда я вам говорю что мы будем копать и вот там то вы точно знаете а нахрена мне это надо я то есть хочу и когда вы задаете вопрос я то буду проходить а когда я буду писать да ребят так чтоб писать надо наверное что обрести какой-то смысл чтоб у вас был прочитаем одно сообщение в школу надо въехать иногда да начать делать просто если сказали делать функции делайте потому что вы сейчас вот вы поняли зачем да но тем не менее каждый приходит на своей волне но тем не менее Денис начал работать в группе у него все получилось то пишет я пришел в школу действительно с кусками кода Валерий помог мне объединить все за пару месяцев но на самом деле это было не так сложно он все сам сделал просто я сказал куда идти из чего начать собирать я помню его сообщение когда он написал кот пошел с головы то есть человек начал писать это все вполне нормально и должно вообще происходить с каждым ну все ребят вот то что я хотел вытянуть да я повытягивал хотя бы по мелочи но вот посмотрите сколько у нас набралось а все это можно расписать знаете на сколько но на пол книги но самое интересное я сейчас показываю например вот этого куска кода и что как мы говорили нам же надо писать профессиональный код вот он профессиональный код мы говорили об этом да почему он профессиональный потому что если самое простое объяснение сейчас я проговорю это объяснение но сначала сделаю еще вам одну вещь да то есть мы легко находим как зашли в импорт вставили и набрали все мы здесь где надо теперь соображаем когда в дальнейшем вы изучите Денис ОУП то смотрите сколько здесь вещей все эти вещи что-то сделают мы сейчас взяли только вот это по table z здесь почему этот код профессиональный еще проговорим сначала расскажу историю это реальная история где-то даже у меня есть сообщение вконтакте и это ребята ребята с довольно хорошим опытом писали код на оси по-моему что-то там описали за 12 строк линус с этого сделал все в 4 строки что они в 12 то есть он сделал это убрал они там удаляли добавляли убрал все лишние действия то есть уязвимость и сделал 4 строки только то действие которое надо было то же самое сделал здесь и Russell Kate Maggi поэтому у него надо учиться здесь можно было для того чтобы добавлять окна такую портянку написать а смотрите что делает Russell Kate Maggi он в первую очередь включает голову и думает если мне надо добавить окно то в принципе я могу это сделать довольно просто если я бываю в документации но так как такие люди Джанго пишут то у них надо учиться он вспоминает про Mutable Z и четко соображает это оконное приложение добавление окон правильно то есть множество вполне пойдет там мне не надо чтобы окна были расположены как впоследователь одно с другим что здесь надо чтобы можно было провести итерацию добавить окно ну соображайте да вот как эти вот окна от браузера добавить удалить переместить ну совершенно не важно какое оно в программном коде будет идти пятое или шестое поиск можно сделать то есть на самом деле множество имеет очень большое но самое интересное дальше мы будем рассматривать что имеет определенное количество методов мы себе на первый метод ответили ну не зря же они здесь то есть сразу отвечаем а зачем нам вот эти вот вещи для того чтобы писать API в данном случае API мы видим да это создание окна то есть есть определенные ключевые слова или переменные как говорится дан более правильно будут сказать я говорю и для новичков и так вводя которую мы можем создавать реальные окна вот этот код реализации этой API что делает Russell Kate маги он просто берет этот код и реализует только блок init замысел дальше он использует уже что абсолютно верно работу z да дальше берет работу пишет метод add пишет метод discard удаление а здесь мы видим смотрите то есть реализовано да почему потому что мы ранее с вами смотрели что у множеств есть метод и add и discard и кроме этого еще дополнительные да вот то что по промыв то есть все это работает да то есть все это работает потому что мы это здесь уже дальше наблюдаем где это add да remove то есть все есть и единственное что ему надо реализовать это создание итерации для того чтобы проверить чуть позже оставим не буду сейчас этим загружать давайте на что-то одно отвлекаться это мы рассмотрим вам понравится писать в одну строку поверьте мне что это удобно и просто да и дальше он начинает написал добавление удаления и дальше один метод мы рассмотрели наверное уже дальше рассмотрим да зачем-то они здесь нужны но к чему это говорю то есть смотрите я вас учу сейчас смотреть на класс целом да что зачем-то они здесь нужны мы рассмотрим но тем не менее каждый этот метод делает свою работу чтобы обеспечить безопасность почему потому что это продуманные методы еще создатели языка продумывал да полную безопасность все проверки приобрести единственное что что надо было написать расулки и тамаги это перехватить исключения в необходимых местах и в принципе дальше идет оперирование чем если мы видим элемент да то есть то что задано в классе создана переменная в классе элемент то есть вынет да переменная самое интересное обратите внимание что он не ставит правильно Windows Z Windows Z он не ставит здесь элемент то есть почему ну подумайте ну во первых навряд ли он этот класс будет дальше наследовать а может будет но скорее всего нет вы знаете вы даже можете потом взять и попробовать да вбить сюда но скажите пожалуйста а ладно не буду вас мучить это такой стиль есть прекрасный это опять же вот то что называется фишки да программирование обратите внимание смотрите сейчас покажу эту фишку вы видите здесь метод элемент вот смотрите add метод вы вы видите смотрите app у нас наверное мы понимаем что будет нам надо чтобы какая-то связь sub iterable то есть само действие да какая-то функция но если мы посмотрим сейчас сейчас я подумаю как лучше еще объяснить сейчас сейчас секунду ребят все до петри как объяснить вам вот смотрите опять же почему так почему это можно понять я отвечаю на вопрос потому что видите вот здесь функция написана в начале то есть знания которые дали мне дают это понять это знание не относится к классам эти знания относятся к функциям и к тому что я прекрасно понимаю параметры то есть я их считал дальше я пытаюсь сообразить что вот как я могу объяснить поведение это мое мнение да рассылок это магия ну давайте логически с вами выстраивать цепь вот у нас есть окно ну программы да мы можем создать программу без окна ну вот то есть нам надо добавить окно на окно программы можно ли добавить окно где если нет основной программы нет нельзя правильно поэтому он вбивает app как обязательный параметр он вбивает иными словами если мы попытаемся добавить окно без app то есть без основы да то просто напросто это не произойдет почему потому что он это продумал дальше он вбивает второй параметр iterable то есть итерацию зачем-то но устанавливает значение ноны да как раз мы будем дальше разбираться да в школе возможно и здесь что такое ноны сейчас я не теряю на это время мы сейчас рассматриваем да не разбираем тем не менее мы смотря на код видим iterable и здесь iterable это рассмотрим позже ну сейчас я рассмотрю а синтаксис уже чтобы понять как это в жупе разберем но по сути дела ребят ну ведь здесь ой боже мой давайте хоть ладно подскажу а то писал не понимаю это код ребят очень сложный надо 5 высших образований чтобы здесь написано итак ну самое главное сейчас запомнить ладно я шучу вот видите первый элемент вот это сразу ретро вот представьте представьте вот для себя чтобы запомнить вот у вас функция def там бла-бла-бла бла-бла-бла вот у вас функция то есть первое это то что будет возвращаться то есть вы для себя запомнили сейчас я думаю return z все верно ребят все просто то что возвращается возвращается z это просто дальше идет условия if и else дальше ну дальше это тупые знания это тупо один раз прочитать это rable из ноны да ну хорошо представляем себе ситуацию что мы пытаемся создать окно а этой перемены не существует то есть ее нет ну мы написали такой код мы должны проверить что есть она или нет абсолютно верно дальше здесь пишем из из мы хорошо учимся с вами правда что делает из вот я вас спрашиваю а вы что сделали вот я вам скажу а вы попиздили искать что это такое но я вам скажу а вы все равно попиздили искать надо своими глазками прочитать своими ручками по клавиатуре поклацать да и докопаться ну давайте посмотрим два варианта которые нам досталось все для того чтобы писать абсолютно любой код есть окно смотрите а есть программа вот вот это основная программа а вот у нас второе окно относится к этой программе скажите ну хорошо бы понять что мы создаем окно именно для этой программы вот для этой так вот и с этими служит проверить относится разные объекты к одному и тому же месту памяти да то есть есть объекты он может называться Вася Петя одна и та же переменная но принадлежать одному месту памяти нам бы убедиться что это одна и та же память что мы работаем с одним и тем же объектом и второе проверить осуществует ли этот объект что он что его может его нет если проверили проводим итерацию просто-напросто добавляем при помощи итерации Денис ты работал с итерациями вот тебе в копилку еще один момент итерации добавляем множество при помощи итерации это можно запомнить ребят это просто согласитесь я же не сказал никакой сложной вещи это то что мы из этого кода только только вопрос в том что я это прочитал только глянул да но вам объяснил а теперь вы видите это возвращается это потом мы распишем и смотрите и смотрите как все просто читается на ура ну я надеюсь накопали мы достаточно хорошо было все это проработать проговорить проговорить то есть логику но все таки я отвлекался там на пару секунд выключал видео я не помню рассказывал я до конца а про эп да рассказывал ага закончу если не рассказывал нет два раза расскажу пусть хорошо эп мы поставили куда поставили вынет почему потому что во первых нам надо чтобы ничего нельзя добавить без самого приложения да класс второе а это уже вторая идет у нас как переменная которая делает некое действие то есть обратите внимание это фишка если бы мы собирались писать например с этого метод то скорее всего это было бы здесь здесь то что надо проконтролировать на 152 процента то есть что надо проконтролировать ну давайте посмотрим элемент нам в принципе мы можем создать переменную почему а включите мозги а на шо нам во сколько методов на шо в том то и дело ребят смотрите сейш элемент то есть эти методы прекрасно проверят если что-то не так они просто не дадут то есть укрыться или как-то не получится поэтому мы создаем переменную ведь мы же работаем зачем нам усложнять там было не надо усложнять но при этом мы говорим да класс мы переменную но вот то что нам надо точно добавить окно при помощи итерации извините тут мы добавляем это в параметр это должно быть передано и знали но мы ставим ноны то есть он необязательный по крайней мере на что рассчитывал Russell Kate маги даже если мы забудем чего-то там написать то по крайней мере оно напишет нона мы там допетрим а вроде там писали да то есть ну нет окна и все написал там кода все равно чего-то маякнет потому что есть по умолчанию что его нет да но ноны мы все равно получим и по крайней мере сможем разобраться по исключению где откуда ноги растут а вот эту саму переменную мы дадим на откуп методом то есть ну нет смысла ее вбивать сюда по сути дела это просто элементы которые должны каким-то образом провериться да то есть это важная вещь почему потому что на самом деле мы когда удаляем элементы добавляем элементы да но мы не боимся почему потому что дальше разберем есть три несколько метров которые все это сделают без нас за нас и муха не пролетит ребята я сказал что-то сложное нет не сказал смотрите сколько я вам задач наставил но у вас смысл появляется да совсем иной одно дело тупо там нечто смотреть другое дело каким-то смыслом но на этом я пока закончу моя задача сейчас было просто показать уже не совсем уже учить всех потому что это полуурок полу как что мы выписали что нам надо чем нам надо владеть вот на данном этапе да и было еще по-моему с чего начинать классы мы вначале говорили да без чего нельзя с чего начинать тоже ответили на этот вопрос то есть все вопросы решены ребят кому понравилось видео ставьте лайк приходите в школу ведь вы можете где хотите учиться и учите себе на здоровье моя школа помогает понять как правильно изучать язык программирования тогда у вас и курсы и книги будут только в радость и будут приносить больше пользы я просто учу как сделать так чтобы писать спасибо за доверие как вы видите ничего страшного нет в исходных файлах надо просто немножко знаний и немножко включать обычную человеческую логику абсолютно то же самое что копать или не копать грядку зимой да зимой не будешь весной будешь все то же самое просто немножко соображать начать да немножко въехать в это программирование но как вы видите сложного ничего нет и последний вопрос озвучу короткий то есть вы поняли почему человек может не писать есть ли неверный подход при изучении программирования я вам показал немножко другой подход да программирование то есть как сказать я говорю просто по другому надо подходить чтобы включалась обычная человеческая логика тогда все будет работать без проблем потому что обычная человеческая логика как у программиста есть абсолютно у каждого человека потому что собраться в магазин пойти надо взять сетку разметить маршрут составить список что купить что 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 не делали не верю правда и вы не верите а потом мне будете рассказывать что вы не программист а что программист что-то другое делает абсолютно поход в магазин ну программист делает все это для компьютера ну рассуждает абсолютно так же то есть мышление программиста есть у каждого человека абсолютно у каждого Вот научитесь его использовать в программировании всего лишь То, что в жизни Потому что пойти покопать вы точно знаете Пойти в магазин знаете А тут, бац, будем что-то изучать И, наверное, будем писать Наверное, не будем, ребят Наверное, надо как-то по-другому Как говорит Балсуновский Да, возможно, у меня, и я сто процентов знаю У меня куча недостатков Там английские слова коверкают Там то делают У меня есть одно достоинство Я ебусь с этим языком уже 15-й год Ну вот вы столько, как говорится, побудьте И на любых языках писать будете Ну все открывается после 10 лет А зачем ждать 10 лет? Поэтому здесь еще будет у вас, чтоб вы поняли, две статьи В конце есть две статьи, много просмотров Это видео короткое просто направляет Так, 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 стоп Как я начал писать это видео к статье На самом деле в описании ссылки на статьи Просто я обратил внимание И второе, про функции Пусть оно здесь больше каяксно описано, да Пока не поймем по функции не получится, что делать То есть вот сейчас мы говорили о классах А вы, допустим, понимаете, что у вас с функциями, грубо говоря, полный зад Ну плохо знаете, ребят Ну посмотрите, задумайтесь Ведь теперь вы не можете сказать, что я не пишу, потому что у меня там не получается Или там потому что я тупой Ну вот Бусановский тупой, ну полтора года я не мог войти в 2008 язык Ну не понимал, понимаете Потому что тогда не было ни литературы Рассказывают про какие-то типы данных Я ни хрена не понимаю А писать охота Только упорство, упорство Сегодня литературы много Информации уже слишком много И как писать все рассказывают Ребят, ну Вспоминайте, как я рассказывал про гараж Все надо проверять, как в жизни, да Поэтому будут две статьи Как я начал писать, почитайте, да Почему человек То есть это немножко там в другом стиле написано И про функции почитайте, да Это тоже там в описании длинная статья Как раз Джанго немножко поймете По-другому посмотрите Это мы еще у меня с документацией почти не работали Ну что ж То, что сейчас вы не можете сказать Себе, да, сидя там Не, я там Не получится у меня Так уже не получится, ребят Согласитесь после этого видео То есть То, что я рассказывал, вы поняли Ну пусть на сколько-то процентов новичок И то, что Если вы будете Вот так по пунтику Вот это осиливать и понимать То весь код станет А весь другой код, ребят С добавлением некоторых вещей Будет тоже почти то же самое, что здесь То есть Значит, для того, чтобы писать Давайте Сформулируем по системе Бовсуновского, да Выстраданные опытом Годами И И И И И ничего Так Что нам надо сказать Первое Если вы будете в контексте работать То есть Изучайте себе Но Начните В контексте Что называется Читать код, да Пойдите в исходники Посмотрите Что такое Вот мы с вами стараемся Посмотреть Что такое профессиональный код К чему-то стремиться Появилось Слава Богу Сложно Не сложно Да, много надо изучить Но это уже Вы можете осилить Что ж вам сказали Садись сейчас И изучай вот всю ночь По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Но У вас есть козырь Вот как в школе Ребята, да Когда понимаешь Зачем это делаешь Сделал Запоминается То не код Вот что Вы запомнили Допустим, да Мы запомнили Допустим З Что это множество Мы и так Запомнили Что Если надо добавить Окно И не важно Там окно Или какой-то объект И нам не важно Что Что была Конкретная Последовательность То это можно Множество Использовать И вот вам Готовый метод Для ваших программ Добавляй что хочешь И вот вам Готовый код Допиши что надо тебе Все Все будет работать 5 строк кода Своего написать Это и есть Профессионализм Да Так что Ребят Все То что я Сказал Чтобы начать Писать код Как начали Многие ребята В школе Да Я вот На примере Дениса Рассказал А просто Изменить подход Вот и все Об этом подходе Я много рассказываю Будет Третья ссылка Если вы С этого видео Начали В еще Видео Крутого Надо Видите Бак там Надо все Переделать Ну Нету часу Сразу скажу Пока нету часу На дизайн Чуть позже Вот эти видео Там Про разных ребят Да Как у них Получалось То есть Все У вас тоже Получится Спасибо за доверие Все получится